Начать использовать свои участки никак не могут несколько жителей Иркутска. Им, как малоимущим, семьям выделили землю. Но, как выяснилось, спустя время распоряжаться и построить, например, дом, люди не могут. Участки предназначены под возведение детского сада. Как же так вышло и что теперь делать семьям, в том числе героине нашего материала, матери в одиночку воспитывающей сына-инвалида, разбирался Даниил Седов. Как вы думаете, для чего предназначен этот земельный участок? Для строительства частного дома или для детского сада? Вы будете удивлены, но оба варианта верны. По-настоящему запутанная ситуация сложилась в поселке Боково в Иркутске. Поверить в такую многофункциональность земли никак не может Татьяна Федорова. Именно ей и ее сыну в 2015-м выделили шесть соток. Как малоимущей семье в этом году женщина решила начать строительство. И тут возникли проблемы. Подала документы на разрешение о выдаче. Документ о выдаче, получается, разрешение на строительство. И мне пришел отказ, в котором говорится о том, что на моем участке, который, собственно говоря, в собственности, ребенка-инвалида, несовершеннолетнего, будет располагаться детский сад на 40 мест. Естественно, я была удивлена. Пояснений никаких мне не дали. Оказалось, Татьяна далеко не единственная, чья земля по сути ей не принадлежит. По соседству есть еще несколько участков, на которых еще с 2012 года планируется строительство детского сада. Однако к 2015-му никакого образовательного учреждения в Боково так и не появилось. И земли по линии минимущества раздали малоимущим семьям. Как так вышло, по обращению Татьяны уже разбираются. В настоящее время прокуратурой Ленинского района города Иркутска проводится проверка по данному обращению, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Меры тем временем уже приняли в администрации Иркутска. Там на документационную путаницу также обратили внимание и даже провели публичные слушания. Итогом стало следующее решение. Администрация города Иркутска разрабатывает проект планировки новый. На сегодняшний день согласован с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и передан в аппарат. То есть в ближайшие две недели мы получим постановление, в котором этого детского сада не будет. А это значит, что уже через пару недель Татьяна и ее соседи снова смогут озаботиться вопросом строительства домов на своих участках. Без опасения услышать отказ. Данил Седов, Виктор Черкашин. Новости по будням. Данил Седов, Виктор Черкашин. Новости по будням. Продолжение следует...